Добрый день дорогие зрители канала садовый мир приглашаю к экранам не только искушенных цветоводов но и новичков кто хочет вместе с нами вырастить прекрасный цветок нежный трепетный это лизантус ирландская роза а правильно эустома в этом году мы вам уже рассказывали о то о том какие гибриды от агрофирмы партнер мы будем выращивать всего у нас их 12 из трех шикарных серий срезочной махровой и махромчатой эустомы я вам уже подробно про них рассказывал показывал делилась секретами поэтапно агротехники посева и в начальном периоде когда только-только начинают у нас появляться всходы надеюсь что у вас все получилось и я увидела в комментариях под этими выпусками как что вы просите показать вот сейчас на данный момент в середине января как выглядит наша рассада и что с ней делать дальше вот давайте сегодня выпуск этому посвятим напомню у нас в нашем проекте цветочном из серии устома участвуют 12 гибридов как уже сказала восемь это из серии мадам вот у меня здесь записано я беру свой ежедневник по пассивам это мадам бенуа марсо ши ро бутерфляй найтли бриджит ноус и джейн две сеньориты это марсела и марта и две принцессы луиза и аврора я все пакетики отсеянные после семян конечно же сохраняет очень удобно потом можно будет посмотреть на описание сорта либо гибрида свериться когда они уже начинают зацветать и соответственно сделать выводы для следующего сезона и еще я обязательно после посева как только начинают севать первые культуры в том числе цветочные сразу завожу дневник посевов не только амбарную книгу но в том числе еще в своем рабочем дневнике чтобы знать все данных когда я с вами делюсь по агротехнике чтобы у меня все было как говорится под рукой сел и устому я 17 ноября и пикировал рассаду из общих рассадных емкостей 14 уже декабря то есть у меня была розеточка с двумя постоянными листочками маленькими крошечными и я уже видела в прозрачной емкости что крышочки достигли дна и смело начала ее пикировать сел я устобы напомню в общей рассадной емкости в борозочке поверхностно по 3 семечка от каждого гибрида почему по 3 они по 5 сколько есть в пакетике дело в том что у меня ограниченное место я остатками семян поделилась со своими коллегами а все три семечки вот посмотрите на экране видите в кадре как раз я снимала домашнее видео делала отчет о всхожести этой замечательной цветочной культуре и вот посмотрите в каждой бороздке красуются по три микроскопических саженцы этой красавицы стопроцентная всхожесть потому что мы соблюдали все необходимые моменты для ее успешных сходов и взяли правильный субстрат и устома любит нейтральную некислую почву рассыпчатую рыхлую и воздушную мы ей дали специальный универсальный субстрат от компании пинстон называется агробалт с и сегодня мы с вами приступим к перевалке в очередной объем потому что если взять стаканчик я специально беру прозрачную емкость вот здесь 200 миллилитров и если я перерывно вам сейчас вот так вот дно рассадную емкость вы увидите что корешочки белые вот эти всасывающие совершенно крепенькие очаровательные они уже достигли дна и кое-где в некоторых стаканчиках вот в этом уже начинает потихонечку формировать кольцо этого нельзя допустить нужно срочно дать ей новый объем переваливать я буду так вот здесь под рукой у меня стаканчики пол-литровые для того чтобы у нас дальнейший рост корневой системы стимулировался и нарастала розеточка а потом уже будем пересаживать на постоянное место большие объемные емкости 90 литров формируются и точные миксы и так приступаем к перевалке дорогие друзья у меня все готово к перевалке рассады устома в новый объем как я вам показывал стаканчики объем пол-литра они у меня новые обычно я использую тару вторично многократно поэтому сейчас хочу вам сразу показать для новичков каким образом я устраиваю дренажные отверстия вот таких обычных пивных стаканах они продаются во всех магазинах одноразовой посуды 3-4 отверстия длиной где-то одну сантиметр-полтора для чего я делаю сразу столько отверстия для того чтобы у нас ни в коем случае не было застой влаги и устом не любит переувлажнение вот смотрите я прям на все вам сейчас покажу как свободно у меня проходит пальчик ведь раз дырочка два дырочка вот она и третье для чего я делаю их именно так в боковой поверхности они вот стаканчики после перевалки с россии будут меня стать в таких поддонах это очень удобно поливать снизу не надо каждый стаканчик проходить и растение метод транспирации корнями будут поднимать влагу снизу вот сюда допустим пол литра 700 миллилитров налила воды литр зависимости от сухости субстрата вот в этом стакане и растение подтянет благодаря тому что грунт у нас агробалт с он влажный влагоемкий воздухопроницаемый и он хорошо сохраняет влагу и устома переувлажнение не любит и он в меру как говорится будет увлажнен и хорошо будет влагу сохранять не давай корням пересыхать и в то же время легко будет дренировать влагу через эти у нас отверстия в поддон и и в эту лишнюю водичку мы можем из поддона потом просто методом наклонения слить вот я сейчас небольшое количество нашего агробалта с это торфяной субстрат из раскисленного верхового торфа который добывается непосредственно в месторождении в резным фрезерным способом полностью на 80 процентов состоящий из органических компонентов он натурально вообще абсолютно ничем не пахнет чистый и вот такие вот маленькие вот как бы скажем так слежавшиеся кусочки торфа я не перетираю как для малышей вот так не разминаю почему пусть будут небольшие комочки ведь именно они когда кончик при росте корня натыкать на такой комочек он его обходит формирую разветвление таким образом мы с вами дополнительно стимулируем развитие корневой системы чем крепче корневая тем лучше саженцы и крепче в дальнейшем развиваются вот сейчас я беру стаканчик вот так вот примере вы ага видите маловато сильно не уплотняю немножечко добавляю агробалтес вот сюда в стаканчик заранее устомку я полила для того чтобы у меня не рассыпался ком при перевалке что мне нужно сейчас сделать аккуратненько вот так вот без фанатизма обжать стаканчик и методом переворачивания осторожно стаканчик снять для того чтобы этот комышек перевалить непосредственно в новую тару вот посмотрите белые всасывающие корешочки беленькие появились они только 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 достигли дна стакан и самое время сейчас наше растение поместить в новый объем как я уже сказал грунт у нас очень гигроскопичный воздушный корневая идеально в нем развивается и если новички смотрят наш выпуск обратите внимание что вот такими работами лучше заниматься стоя сейчас сидя сижу видите есть риск либо наклонить стаканчик уронить еще видите я поставила растение таким образом чтобы чуть-чуть выглядывал нас за край стакана не за не заглубляйте его слишком вниз листочки должны лежать на поверхности субстрата для того чтобы они нас не подгнивали и постепенно наш агробалтез грунт подсыпаем по периметру стакана сильно не трамбуем просто так по краешку стаканчика потряхиваем сам субстрат у меня в меру рыхлый устома очень любит нейтральную пару не паш почву а это смесь у нас эту добавила прям маленькую маленькую щепотку перед тем как работать в кадре вермикулита прям буквально знаете несколько столовых ложек только для того чтобы немножечко разрыхлить уже по инерции добавляя его везде хуже не будет а а так в принципе можно вообще ничего не добавлять вот таким образом просто таким постукивать ведь как нас саженцы присел все осталось чуть-чуть немножечко вот так вот по периметру добавить субстрат и ничего из минерали каких-то удобрений органических я в агробалтез не добавил почему в нем уже есть комплексные минеральные удобрения с микроэлементами в котором основных элементов питания азот фосфор калий не менее 120 80 140 миллиграмм на литр это вот в процентном соотношении от этих вот элементов кроме этого есть еще добавлен магний и кальций кальций влияет на развитие корневой системы укрепляет ее а магний соответственно является отличной профилактикой различного рода хлорозов как только у вас появляются какие-то желтые пятна это и либо не хватает железа либо не хватает магния одни из самых скажем так основных причин вот таким образом мы все остальные саженцы переваливаем и нужно обязательно полить как поливаем вот у меня есть тепленькая водичка просто отфильтрованная я беру грушу вы можете взять маленькую личку которая не дает вам сильного размыва почвы и поскольку сам субстрат который у нас идет агробалт с он уже в меру влажный то есть если у вас мешочек открыт если вы его после работ как я вот так вот закрываете аккуратненько я с одним мешком уже работаю сейчас со всей рассадой и и устомку в него села и бегонию посеяла зелень посел сейчас тоже ведь распекировала и перевалила и устому и скоро заберу со склада из дома еще один мешочек вот смотрите видите по стеночке стаканчика у нас ведь равномерно увлажнение пошло первый раз после перевалки относительно обильно проливаем а дальше уже с осторожностью корневая система не должна заставить во влаге и еще отличный показатель увлажнения это тяжесть стаканчик вот твоего когда в руки берете если чувствуете что после полива у нас он у вас очень грустно тяжелый знать что избыток влаги в нем есть обязательно предпринимать меры к осушению почвы именно в стаканчике мы об этом уже рассказывали делайте вертикальные проколы засыпать то же самое вермикулит расширяете дренажные отверстия и соответственно ставьте в более теплое помещение скажем так поближе радиатор чтобы быстрее пошло испарение и рыхлите обеспечивайте доступ кислорода корневой системе вот тогда вы свои растения спасете умеренный полив досветка не менее сейчас 14 часов весь январь еще до середины февраля потом можно будет снизить до 10 12 растениям и конечно же подкормка пойдет у вас не раньше чем через месяц сейчас все необходимые питательные элементы в нашем субстрате агробал тест есть еще я уже говорила про нейтральный уровень паш кто не знает уровень паш этого грунта 5,5-6,5 вот именно вот это их показатели и нужно для устомы придерживаться никакой огородной земли плотной никаких скажем так компонентов которые утяжеляют механический состав почвы это песок различные там не знаю субстраты которые вы добавляете чем рыхлей воздушнее тем лучше но все вот таким образом наша устомка сейчас после перевалки отправляется на полочку не под фитолампу до вечера ей нужно будет это время дать на адаптацию а завтра уже с утра когда солнышко встанет можно будет уже поставить на свет и соответственно досвечивать вечернее и утреннее время пожелаем нашим саженцам на новом месте удачи мы следуем уже утвержденную стоявшиеся агротехники поэтому нас каждый год отличный результат надеюсь наш совет вам тоже помогут вырасти прекрасные растения единственное что перед перевалки не забудь пересадить бирочки вот как у меня например из малярного скотча со стаканчика на стаканчик для того чтобы потом не перепутать где какая красавица у вас сидит и чтобы все цветочный микс который вы запланировали прошли именно с теми гибридами и сортами которые вы задумали ну что у меня впереди много работы а я постараюсь ответить на все вопросы в комментариях если что-то я забыл допустим несущественные для себя а для вас очень важное упомянуть в этом видео задавать вопросы я постараюсь обязательно ответить на них всего доброго до новых встреч